генератор на 6 и 7 мегагерц такой микросхемки работает драйвер ТЦ ТЦ4420 Немножко тёплый на 100 наносекундное деление вот такой сигнал вот этот стеллограф уже не очень тянет такую частоту вот 6750 мегагерц показывает тут уже кривизна какая-то тут самый максимальный фиксит сэмпли 48 48 м можно ещё сделать Auto Interpolation вот так вот тут сделает, сглаживает, округляет вот так вот так вот так скважина скважина не регулируется скважина собран примерно по этой схеме только вот тут вот не 1 кОм, а 500 Ом тут 10 кОм тут 20 кОм тут 100 пФ тут 100 пФ тут 100 пФ и тут 400 пФ и тут и тут можно любой ставить, потому что скважина не регулируется на более высоких частотах на более высоких частотах скважина становится выше 50% на такой частоте, потому что драйвер немножко увеличивает эту скважина на высоких частотах вот если посмотреть сигнал который входит в драйвер он будет другой немножко он будет показать вот у него такой сигнал у него скважность поменьше вот уже на драйвере самой что выходит скважность уже большая этот силограф до 20 МГц сперва я спутался не та микросхема напаял поэтому пришлось припаять на обратной стороне вот этот скважность должен был регулировать но не регулировать только на очень низких частотах у меня регулировано на высоких нет сейчас буду меня чистоту вот он вроде немножко какими-то перескоками работает на низких частотах он более плавно регулирует тут какие-то такие как бы залипания по-моему есть и так как все лисы для и вот Продолжение следует... 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 место оставил перед этим диодом и резистором. Если будет сгорать драйвер, тогда нужно будет поставить одином резистор еще, чтобы он предохранял, потому что может и драйвер сгорать и диод тогда из-за того, что тут напрямую нет. И так как у меня все в основном китайские полевики, у них низкое напряжение срабатывания, поделок вроде бы повыше, а вот этих всех поделок у них вот замерял 226 нФ, заказывал на 75 вольт 80 ампер, полевой транзистор пришел на 60 вольт и на 60 ампер, кажется. По-моему он качественный. 10 штук там где-то 2 евро стоит, а так в магазине если покупать 0,8 евро стоит 1 штука и РФ 640, этот надо жил или РФ 540 тоже столько, это даже лучше, так там бы 10 штук 8 евро получилось, тут всего лишь 2 с чем-то евро. Надо наверное купить емкость, вот так показывает 3 пикофарад на нанофарад, а там показывал 200 я специально померил, потому что не верил, не верилось, что тут 3, поэтому замерил было 200, 2 нФ, 2000 пикофарад, это уже приближенная емкость к паспорту, но все равно несколько завысок, и должно быть 1800 пикофарад. Тут вероятно и поделка, потому что емкость несколько завышена, не сильно она завышена, вот срабатывание уже начинает открываться при 2,4 вольт, поэтому нет смысла, думаю, подавать, ему там 12 вольт или 10 даже, 9, идеально то было бы 6 вольт подавать, потому что это микросхема, может и от 6 вольт подавать, но просто у меня нет таких регуляторов напряжения и вообще наверное их не делают стандартных. В крайнем случае 7 вольт можно было, потому что 5 вольт может быть маловато немножко. Вот RF540 сравнить тоже можно, посмотреть от сколько он срабатывает, это тоже поделка. Ну это 2 вольт срабатывает. Я проверял, я ему подавал 3 даже вольт, он уже о 3 вольтах, его сопротивление уже становилось где-то 0,1 Ом, 0,2, 0,1 Ома. То есть при 4 вольтах у него уже там будет, уже вообще при 4 вольтах он уже полностью открывается. Но при 5 вольтах он должен уже полностью открыть. Вот тут 2,6 вольта. Вот какая ёмкость маленькая, 1,14 нанфарад, но тут на самом деле О530 занижает, свершая, то есть ёмкость. Вот 640, RF640N. Посмотрим. Вот тоже ёмкость маленькая очень. 2,8 вольт, но это уже ближе к оригиналу. Вот такое напряжение срабатывает, что 2,8. Вот в этих поделах часто очень низкое напряжение срабатывает. 3 вольта даже, это другой, RF640N. Вот, а если я отогну одну ножку и проверю его как конденсатор, этот прибор очень точно показывает ёмкость, когда вот так вот меряю, как конденсатор, не как транзистор. Вот 751 пикофарад, а должна быть RF640. Сейчас посмотрим. RF640N. О, 200 вольт, 0,15 Ом. Поделки где-то 0,3-0,2 Ом, а должно быть 0,15. У меня даже 0,2 наверное нет, 0,3. А ёмкость вот должна быть 1160. Ну, вообще-то приближена к этой ёмкости не так уж и много прибавится. Отклоняется ёмкость, это оригинальный. Всё, раз проверю ёмкость. Всё, раз проверю ёмкость. Всё, раз проверю ёмкость. На 400 пикофарад ещё. Вот 530 ещё проверю. РФ 537, у нас почти такая самая ёмкость. Вот его срабатывание напряжения 2,6 вольта тоже, примерно такое, 640, 540 то есть. Вот 2 вольта, вон уже поделка видимо точная. Очень низкое напряжение срабатывающее. 1645. Такая аккуратная ёмкость, зато побольше. Вот поделка. Как раньше стоял стабилизатор на 12 вольт. Вот движение для драйвера 12 вольт просто. И вот у меня F2 шло к этому проводку. Вот такие два и тут шло уже вот к этим проводкам. И уже на генератор. Вот этот генератор был. Тут вот конденсаторы разные для подстройки частоты, чтобы как бы на высоких частотах, если надо более плавно подстраивать. Если надо более на низких, на высоких не будет тянуть, то низкие перечки нужно переключать. А вот эта часть не использовала, если бы была для установки. Я всё бы узела. А тут всё напрямую идёт. Поэтому тут меньше паразитов индуктивности будет. одной платье сперва думал микросхему припаять через этот нападок думал вряд ли она там что-то сгорит если что можно несложно припаять потому на прямой припаяла а а а а а а а а Копейки стоят, если в магазине покупать на 10 раз дороже получается. Вот какой заваленный фронт открытия. После резистора 10 Ом. А вот перед резистором Адрайвер. Это на частоте где-то 2,3 МГц. Ничего не потребляет. Идет питание на преобразователь. Тут преобразуется в 9 В. 9 В идет уже на регулятор напряжения. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.